Изменения в избирательный кодекс и создание молодежных комиссий сегодня обсуждали в Центр-Избиркоме. Говорили о переносе фиксированной даты дополнительных и повторных выборов на последнее воскресенье октября и последнее воскресенье марта. В связи с чем назрели такие изменения и что еще предлагают в Центр-Избиркоме, расскажет Сюзанна Авакян. В этом году Центр-Избирком уже дважды проводил дополнительные повторные выборы в начале апреля и октября. Явка почти повсюду превысила необходимую, выборы состоялись. Впрочем, не везде, к примеру, от села Карагаш остается вакантное место в райсовете. Там низкую активность объяснили тем, что выборы совпали с сельхозработами. Сегодня ЦИК предложил перенести фиксированную дату до выборов. Еще одно интересное предложение ЦИК. Касается оно изменения фамилии, имени или отчества кандидата за год до начала избирательной кампании. В Центр-Избиркоме предлагают в таком случае в бюллетень вписывать старую фамилию. Объясняют это просто. Были прецеденты в России, законодательством которой мы гармонизируем свое. Практика Российской Федерации показывала, что кандидаты меняли свою фамилию на, например, против всех, на фамилию лучший, на фамилию губернатор. Поэтому, кто знает, что будет. Но раз Российская Федерация посчитала это достойным, закрепление в законе, я думаю, что мы тоже имеем все основания это воспринять. Тем более, что фокус с однофамильцами, с четырьмя кулаклей и тремя бобенко у нас имел место быть. Говорили на заседании и о создании молодежных избирательных комиссий. Напомним, эту идею преднестровская делегация привезла из Сочи, где проходил 19-й международный фестиваль молодежи и студентов. Ее уже поддержал президент Вадим Красносельский. Сейчас предлагают закрепить законодательно. Мы взяли за основу закон Московской области. Порядок формирования, который используется там, сходен с обычными избирательными комиссиями. Предлагаются кандидатуры собраниями избирателей по месту работы, службы учебы, территориальными избирательными комиссиями и органами местного самоуправления. В 2018 году планируют разработать и принять молодежную электоральную концепцию, отметила Елена Городецкая. Избирательные комиссии создадут в каждом районе. Войти в них смогут молодые люди от 18 до 30 лет. Всего же в Приднестровье сейчас почти 80 тысяч молодых избирателей. Завершили заседание на позитивной ноте. На следующей неделе Центр избирком отметит 27-ю годовщину со дня образования. В четверг в ЦИКе пройдет торжественное собрание лучших сотрудников и всех, кто был причастен к работе Центра избиркома, отметят ведомственными наградами.